Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодняшний спортивный выпуск программы «Время» мы начинаем вместе с Сергеем Литвиновым, олимпийским чемпионом. Золотую медаль он завоевал в соревновании легкоатлетов в метании молота. Сергей, вы знаете, вот так случилось, что вы со своими друзьями превратили этот турнир на Олимпиаде в чемпионат Советского Союза. То есть, другими словами, вы хорошо знаете своих друзей, и все же, вот в психологическом плане, кто из двух Юриев, седых или там, как-то так беспокоил что ли вас, вызывал беспокойство, тревогу? Ну, всегда однозначно, только Юрий Седых и беспокоил, и я его беспокою все наши спортивные годы с переменным успехом. Ну, вот это фактически моя большая заслуга на Олимпиаде, что я выиграл у Седых. В принципе, я настраивался только на эмоциональную борьбу, здесь дело было не в каких-то технических или тактических заготовках, только эмоциональность могла помочь выиграть. Ну, вот, собственно говоря, с этой задачей справился. Так что Юрий Седых – основной раздражитель, постоянный раздражитель. Ну, в общем-то, я ему и благодарен, и он не скрывает, что он мне благодарен. Из-за того, что у нас такая конкуренция с Седых, вырос уровень результатов, и это дает нам возможность выигрывать все крупные соревнования, можно сказать, с большим отрывом. В планах на будущее у вас нет желания повторить, скажем, достижения Юрия Седых в плане спортивного долголетия? Он двукратный олимпийский чемпион, на этой Олимпиаде выиграл серебряную медаль. Ведь он хороший пример для подражания, не так ли? Ну, у меня есть, вообще-то, мечта попасть на золотые Олимпийские игры, вот когда будет отмечаться столетие в 96-м году. Ну, в принципе, это реально 38 лет.